Нормально слышно? Супер. Так, ну действительно, меня зовут Артемий, я работаю в компании Авито. В Авито я сейчас занимаюсь проектом краткосрочной аренды недвижимости. И вообще говоря, в Авито уже довольно давно мы начали менять стэк. Многие разработчики переходят на гол. И вот этот доклад, он появился как попытка дать такой толчок людям, чтобы они начали пытаться вникать в то, как действительно писать хороший конкурентный код. Почему мы вообще хотим писать конкурентный код? Ну потому что процессоры уже давно перестали расти по герцовке и они начали расти по ядрам. С каждым годом увеличивается количество ядер процессора и мы хотим их эффективно утилизировать. Собственно, Go это тот язык, который вроде как создан для этого. И это даже в документации написано. По сути, что мы думаем? Мы думаем, что мы берем Go, начинаем писать конкурентный код, используем ядра процессора, все хорошо. Так ли это? Ну смотрите, чтобы понять, действительно ли Go облегчит нам задачу, облегчит ли нам разработку, нужно рассмотреть две модели взаимодействия. Собственно, существует shared memory модель взаимодействия и message passing. Shared memory это о том, что мы используем какую-то общую память, в которую два наших потока процесса ходят и получают какие-то данные из этой памяти. При этом для того, чтобы они получали данные, нужно доступ к памяти синхронизировать. Вот эта синхронизация, она обычно реализуется какими-то блокировками. По сути, этот подход это неявная, неявная коммуникация. При этом второй подход, message passing, он говорит о том, что окей, мы не будем шарить память, мы хотим явно строить наше взаимодействие. И для этого мы используем каналы, в которых гоняем сообщения. Этот подход, на этом подходе основаны к CSP, actor model и как раз Роб Пайк, который является отцом основателями языка Go, он говорит о том, что ребята, давайте попробуем отказаться от лишних слоев, вернее отказаться от низкоуровневого программирования с использованием shared memory и возьмем подход message passing. Он нам поможет писать код проще, эффективнее и самое главное с меньшим количеством багов. И вот Go выбирает для себя подход communicating sequential processes. Этот же подход используется, например, в таком языке, как Erlang. Я думаю, многие знают, что Erlang считают языком, который создан для того, чтобы писать там конкурентные программы тоже. Вот. Ну, вопрос, а действительно ли, вот мы возьмем Go и все станет хорошо. Я наткнулся на такое исследование, в котором исследование, в котором, значит, это табличка, в котором была найдена. Табличка что показывает? Табличка показывает количество багов, возникших по причинам, именно блокирующих багов, возникшим по определенным причинам. Всматриваться не обязательно. Суть в том, что с левой стороны столбец, это те продукты, которые были взяты в исследование. Это наиболее популярные продукты, которые написаны на языке Go. И, значит, столбец shared memory показывает сколько, именно количество багов, возникающих по причине неправильного использования shared memory. Столбец message passing, соответственно, показывает неправильное количество багов по причине message passing. И самое главное в этой табличке это total. В чем фишка? Фишка в том, что если смотреть на total багов message passing, их даже больше. Их даже больше, чем при использовании shared memory. То есть люди, которые пишут Kubernetes, Docker, etcd, ну как бы, я думаю, они нормальные разработчики, они тоже делают ошибки. И причем этих ошибок не меньше, чем shared memory, а даже больше. Поэтому просто так взять Go и начать писать безошибочный код не получится. Поэтому этот доклад может иметь смысл. Хорошо. Когда начинаем говорить о, вообще, о том, чтобы нам писать конкурентный код и эффективно использовать ядра, нам, естественно, нужно ввести такие понятия, как concurrency и параллелизм. В мире Go есть там выражение, что concurrency is not параллелизм. В чем суть? Суть в том, что конкурентность это о том, что мы, о дизайне, то есть о том, как мы дизайним нашу программу, чтобы ее можно было запускать на разных ядрах, например. При этом параллелизм это, вообще говоря, просто способ выполнения нашего кода. Если у нас есть несколько потоков инструкций, которые одновременно выполняются, ну, тогда мы выполняем код параллельно. При этом параллелизм, он требует конкурентность. Без конкурентного дизайна распараллелить программу не получится. А конкурентность, она, вообще говоря, не требует параллелизм, потому что, ну, как бы, программа, которая может работать на многих ядрах, на самом деле может работать и на одном ядре. Вот. И go — это язык, который помогает нам писать конкурентные программы, помогает нам строить дизайн. Он позволяет чуть-чуть меньше задумываться о низкоуровневых вещах. Хорошо. Мы хотим утилизировать ядра процессора. Берем, пишем код, но вопрос возникает, а насколько действительно при увеличении ядер, при увеличении, не знаю, количество процессоров, мы получим производительность. И вот это ускорение, которое максимально мы можем получить, оно на самом деле ограничено. Ограничено законом Абдаля. Так, наивно введем быстрое понятие. Смотрите, что такое ускорение вообще? Ускорение, по сути, это время, которое программа выполняется на одном процессоре, деленное на время, которое программа будет выполняться на P процессорах. При этом каждая программа имеет последовательную часть. То есть та часть, которая обязана выполниться последовательно. Ее можно называть fraction и буквой F ее обозначим. Соответственно, закон Абдаля, это вот такая формула. Тоже понимать ее не нужно. Нужно понять, что очень сильно есть большая зависимость именно от вот этого F. То есть максимальное ускорение, оно очень сильно зависит от F. А как и зависит? Посмотрите на эту табличку, на этот график и ужаснитесь. Идея в том, что даже если у нас всего лишь пять процентов программы должно выполняться последовательно, то максимальная производительность, которую мы будем получать с увеличением количества процессоров сильно уменьшается. Вот, например, если посмотреть на 16 ядер, у нас 16 ядер есть, при этом там F равно 5. 16 ядер, 56 ядер или 1056 ядер не будет играть большой роли. У нас сильной производительности не получится. Поэтому закон Абдаля не дает нам развиваться. Ну, вообще говоря, кроме того, что ускорить нашу программу не всегда возможно очень хорошо, но вообще говоря, некоторые программы писать, нет смысла писать параллельно. Нет смысла делать их параллельными. Ну, вообще, давайте рассмотрим, какие есть те части, которые вот именно блокируют нас. Те части, которые увеличивают наш F. Вот на слайде появляются какие-то компоненты, которые увеличат нашу F. А чтобы в целом понять, чтобы в целом рассмотреть это как две группы, давайте посмотрим на типы нагрузки, которые мы используем. Есть два типа нагрузки. CPU-bound и IO-bound. Разница в том, что при нагрузке CPU-bound мы ограничены именно производительностью процессора. А при нагрузке IO-bound суть в том, что мы ограничены именно скоростью работы нашей там IO-подсистемы. Ну, даже не скоростью, а тем временем, который мы ждем ответа. По сути, мы ждем все время ответа при нагрузке IO-bound. Мы пошли в сеть, ждем ответа. Мы пошли на диск, опять ждем ответа. Какая разница, сколько у нас ядер доступно. Мы ждем ответа больше части времени. Поэтому хоть у нас тысячи ядер, хоть одно ядро, производительности, увеличение производительности при нагрузке IO-bound мы не получим. Но если у нас нагрузка CPU-bound, то тут уже другой разговор. Тут мы начинаем получать профит от того, что распараллеливаем нашу систему. Но на самом деле, хотя бывают ситуации, когда кажущаяся нам CPU-bound нагрузка на самом деле вырождается в IO-bound. Вот, например, если мы, например, хотим взять и просуммировать, не знаю, большой массив, просуммировать все элементы большого массива. Что мы сделаем? Ну, мы напишем цикл, все будет работать. Потом мы подумаем, так у нас же куча ядер. Давайте просто возьмем на чанке массив разделим, начнем там распараллелим это все дело. Но в итоге что получится? В итоге получится ситуация, что у нас процессор обрабатывает данные быстрее, чем данные успевают приходить из памяти. И поэтому в нашем случае, вот в этом кейсе, большую часть времени мы будем ждать данные из памяти. И нагрузка, которая казалась CPU-bound, на самом деле выродится в IO-bound нагрузку. И даже более того, существует такая история, как false sharing. В чем фишка? False sharing это ситуация, когда мы начинаем бороться за ресурсы. Мы начинаем мешать друг другу. То есть есть первое ядро, есть там второе ядро. У них есть кэш линии. У всех ядер есть там L1 кэш. И в этом L1 кэше есть кэш линия 64 байта. И когда мы получаем какие-то данные из памяти, мы всегда получаем не меньше, чем 64 байта. При этом, когда мы изменяем эти данные, то мы инвалидируем кэши всех ядер. Получается, что если два ядра меняют очень близкие друг другу данные, которые лежат в памяти, то есть там на расстоянии не больше, чем 64 байта, они начинают друг другу мешать. Они начинают инвалидировать кэши друг друга. И получается, что в этом случае, если бы программа была написана последовательно, она работала бы быстрее, чем если мы попытались использовать много ядер, которые друг друг другу мешают. Чем больше ядер, тем меньше производительность получается. Вот такая история. Ну, поэтому задумывайтесь о том, как и что вы пишете. И давайте будем подниматься выше по уровню абстракции от математики к планировщикам. Когда мы начинаем работать с параллельным кодом, конкурентным кодом, мы, естественно, начинаем использовать планировщик. Мы пишем на все пишут на Go. И в Go есть так называемый user space scheduler, который оперирует как раз гарутинами. Есть, значит, все это у нас стоит на операционной системе. И в операционной системе есть тоже свой scheduler, который уже оперирует потоками операционной системы. Ну и, конечно, у нас есть наш процессорный юнит. И этот процессорный юнит, он тоже не так прост. Например, в современных процессорах есть branch prediction, еще всякие штуки, которые пытаются ускорить нам выполнение программы. Вот. Ну и scheduler, они всегда должны быть написаны с каким-то типом многозадачности. То есть у нас существует в мире кооперативная многозадачность и вытесняющая многозадачность. Разница в чем? Разница в том, что кооперативная многозадачность это о том, что у нас сам выполняющийся процесс решает, когда ему нужно передать управление другому процессу. А вытесняющая многозадачность это когда есть какой-то внешний компонент, который приходит и вытесняет те процессы, которые выполняются. Он контролирует это. И вот таким внешним компонентом обычно является scheduler. Кроме того, в кооперативной многозадачности один процесс, он может весь ресурс утилизировать. То есть он может себе присвоить весь ресурс. При этом в вытесняющей многозадачности такого не произойдет, потому что есть контролирующий орган. При этом в кооперативной многозадачности переключение контекста оно эффективное, потому что вот процесс, когда он выполняется, он точно знает, в какой момент он может отдать управление другому процессу. А в вытесняющей многозадачности приходит шедлер и останавливает нас. Ну, не очень эффективно. Но при всем при этом в вытесняющей многозадачности благодаря шедлеру мы можем обеспечить именно вот этот честный таймслайз времени выполнения. Ну и какие шедлеры используются? В операционной системе какой еще может быть шедлер, кроме вытесняющего? У нас пользователи в операционной системе, они вообще друг другу не друзья, а может быть даже враги пытаются друг другу помешать. Поэтому необходим в операционной системе тот компонент, который все контролирует. Окей. А в юзерспейсе, в нашем Go коде, в нашем Go коде наш шедлер, он по документации, он вытесняющий. Но на самом деле, когда мы начинаем разбираться, оказывается, что в Go планировщик, его как бы как внешнего компонента, его нет. И он является гооперативным таким. Суть в том, что в Go именно компилятор расставляет точки переключения контекста, а разработчик при этом не контролирует разработчику, нам как разработчикам не нужно этим заниматься, не нужно пытаться руками переключать контекст. Вот. И благодаря этому Go может эффективно реализовывать переключение одного карантина на другую и не требовать от нас ручного контроля за этим. Но, естественно, мы можем огрести из-за этого. Например, что выведет вот такой код? Такой код зависнет. Почему? Потому что мы ограничили наш код, чтобы он работал на одном ядре. То есть в Go это time sleep. Этот time sleep, он должен подождать 500 миллисекунд и вывести x. Все бы хорошо было, но наш как раз планировщик, он запустит грутину, в которой начнет выполняться бесконечный цикл. И из этого бесконечного цикла уже выхода не будет. Потому что компилятор, скорее всего, не поставит точку переключения контекста. Поэтому программа зависнет. А если вот так вот сделаем, то все будет хорошо. Потому что здесь мы, конечно, руками сказали, что нам необходимо в каждой итерации цикла переключать контекст. Поэтому об этом тоже нужно помнить и знать. Точки переключения контекста вот показаны на слайде. Собственно, most tech, new tech обычно происходит в момент, когда у нас там вызов новой функции. GoShed мы сами можем поставить. Ну и, естественно, блокировки, поход в сеть, сисколы. Вот это все. Это те места, в которых планировщик расставляет точки переключения контекста. Доклад Кирилла Лашкевича. Можно посмотреть на эту тему. Очень хороший советую. Хорошо. Давайте подниматься дальше. Ближе к коду. Какие ошибки мы допускаем? Ну, одна из самых популярных ошибок, которую мы допустим, это race condition. В чем суть? Суть в том, что когда мы делаем какой-то инкремент, например, на самом деле мы делаем не одну операцию, а несколько. Мы как минимум читаем данные из памяти. Потом, ну не мы, а процессор, скажем так, процессор обновляет, читает данные из памяти в регистр, обновляет регистр, вторая операция, третья операция пишет данные в память. При этом эти три операции, они выполняются не одновременно, ну не атомарно. И поэтому планировщик в любой момент времени может взять и вытеснить наш поток на любой из этих операций. Что получится? Получится, что как бы действие не закончено и мы из-за этого можем словить определенные баги. Ну например, вот такой код. Критическая секция это секция, в которую как бы один поток должен входить единовременно. Но мы как бы попытались ограничить таким кодом, получилось ли это у нас. На самом деле нет, потому что код на самом деле будет выглядеть вот так вот внутри. И в итоге что может произойти? Может произойти следующее. Первый, то есть первый столбец это первый поток, второй столбец второй поток. Первый поток выполнится до первой операции. TMP равно A плюс 1. Ну он там запишет, например, единичку. Потом планировщик переключит нас на второй поток. Второй поток тоже запишет TMP равно A плюс 1. Хорошо. А потом планировщик выполнит первый поток до критической секции, потом второй поток до критической секции. Оба этих потока в условии получат true. И оба перейдут в критическую секцию. Это вот вообще не то, что мы хотим. Ну, блокировки. Мы ставим Mutex, используем Mutex. В Go есть стандартная библиотека SYNC и там есть объект Mutex. Мы блокируем доступ. Блокировка доступа позволяет нам выполнять код только одному потоку единовременно. С таким кодом мы получим то, что нам необходимо. Но блокировки это достаточно дорогая операция, поэтому существуют атомарные атомарные операции именно на уровне архитектуры нашего процессора. И блокировки, то есть вот этот Mutex log можно заменить в данном случае, например, инкремент, сделать атомарным и заменить его на операцию, которая будет атомарно это делать. Конечно, если мы начинаем работать с атомарными инструкциями, то нам нужно не только писать атомарно, но нам и читать всегда нужно атомарно начинать. Если мы это не делаем, то могут возникнуть определенные проблемы. Поэтому блокировки, это хорошо, но может быть дорого. Атомики это достаточно дешево, чтобы не начинать переживать о производительности. Ну, хорошо. Мы как разработчик решили все-таки написать какой-то код и решили, что ну мы же хотим высокую производительность. И взяли и попытались оптимизировать. Вот таким умельцем был написан такой код, что он делает. Он пытается понять, если дан уже true, функции do print, если дан уже true, то есть значит, что у нас а, который выше в сетапе указывается, переменная а уже имеет какое-то значение. Получается, что если дан уже true, значит мы можем не боясь ничего выводить а и получим hello world. Ну, все же правильно, да? Ну, как бы да, кроме того, что у нас есть компилятор, который сука умный. Он пытается оптимизировать наш код. И что он делает? Да все просто. Он меняет местами наши инструкции и мы получаем невалидные программы. Потому что у нас дан становится true до того, как A какое-то приобрело значение внутри себя. Поэтому оптимизировать, пытаться оптимизировать неявным, не синхронизируя доступ к памяти не нужно. Из-за этого вы будете получать большое количество проблем. Ну, вообще почитать о модели памяти Go можно по ссылке. И самое интересное, вот статья от широко известного в узких кругах Дмитрия Вьюкова о том, почему вот такие вот попытки оптимизации производительности могут привести к нехорошему. Поэтому если вы хотите оптимизировать ваш код, то пытайтесь использовать атомарные инструкции. Пытайтесь писать log-free код, но делать несинхронизируемый доступ к памяти не нужно. Ну, хорошо. Следующая проблема, с которой мы столкнемся, это дедлог. Тут все достаточно тривиально может показаться. Есть два ресурса, например, мьютекса. Мы берем в первом потоке, мы возьмем блокировку на первом мьютексе, во втором потоке мы возьмем блокировку второго мьютекса, а потом наоборот. Мы захотим на первом потоке взять блокировку второго мьютекса, но мы не сможем это сделать, потому что он уже заблокирован. А на втором потоке мы попытаемся взять, соответственно, блокировку первого мьютекса и тоже заблокируемся. Deadlock. Никто из этих двух потоков не сможет дальше прогрессировать, потому что оба они будут ждать ресурсов. Ну как это решается? Меняем местами взятие наших блокировок и тогда никаких проблем не возникает. Ну конечно это достаточно легко сказать, но на всем пути развития продукта достаточно тяжело контролировать вот этот порядок блокировок, порядок взятия ресурсов. Но если это возможно, пожалуйста, делайте это. Берите и отдавайте блокировки в одинаковом порядке. Ну хорошо, но кажется, что хорошие разработчики, они как бы не сталкиваются с такими проблемами. Но вот пример ошибки из etcd, который вызывает deadlock. Собственно тут первый поток берет mutex M, потом пытается писать в канал. А канал в go это тот объект, в который запись блокирующая. То есть мы не можем писать в канал, если из него никто не читает, если канал не пуферизированный. Ну что происходит во втором потоке? Здесь мы берем mutex, а при этом mutex мы пытаемся взять, но мы не можем, потому что первый поток уже заблокировался. Но по коду видно, что мы можем начать читать из канала во втором потоке, только когда мы вот этот ресурс взяли, а потом разблокировали. Получается, что возникает deadlock, потому что первый поток ждет записи в канал, а второй поток не может прочитать из канала. Нехорошо. Вот я бы хотел показать вам такую игру интересную. Это игра, в которой вы играете за планировщик. То есть вы пытаетесь обмануть разработчика, который написал кривой код, и пытаетесь со стороны планировщика выполнить код так, чтобы он либо задедлочился, либо вошел в критическую секцию. Очень интересная игра, советую, прям захватывающе. Идем дальше. Мы рассмотрели проблемы. Какие проблемы? Ну, мы начали с race condition. Дальше мы рассмотрели deadlock. Есть его разновидность life log, когда у нас не явное вот это вот взятие блокировки, и когда мы явно блокируемся, а когда мы просто весь с ним не можем захватить ресурс. Есть ситуация starvation. Это когда, по сути, ну, не знаю, мы идем к принтеру распечатать бумажку, а там очередь, и мы не можем распечатать бумажку, потому что очередь огромная, не можем получить доступ к ресурсу. Вот. Ну и, конечно, false sharing и его разновидность block contention, когда мы просто друг с другом боремся. То есть два наших процесса, потока или еще чего-то, они борются и не дают друг другу прогрессировать. Это все помогает нам решать race detector. Ну, ладно, не все, но race помогает решать нам race detector. Вообще говоря, go – это тот язык, который очень силен своим тулсетом, то есть инструментами, которые есть у него из коробки. И race detector – это один из таких инструментов. Собственно, использование его достаточно тривиально. Мы пишем какие-то тесты или запускаем его как бы на проде. И потом ловим определенные ошибки, которые race detector нам выдает. Но. Про это-то, конечно, можно прочитать. Но надо помнить, что у race detector есть определенные ограничения. Вот чуть-чуть подробнее о них. Во-первых, тот код, который не был выполнен, race detector не может в нем поймать проблемы. Поэтому код coverage на ваших тестах должен быть высокий, чтобы ловить race. Кроме того, race detector, он как работает? Он запоминает несколько обращений, историю обращений к каждому слову в памяти. Но при этом эта история обращений, она имеет какую-то глубину. В go, например, это глубина около четырех. Четыре элемента. Четыре доступа. При этом, если у нас в рамках этой глубины race detector не поймал гонку, собственно, он считает, что гонки нет. Поэтому, хотя race detector никогда не ошибается, если вы считаете, что это не так, ну заводите ищу, хотя это вряд ли. Он не ловит, он не все ошибки ловит. Поэтому надеяться на race detector можно, но не нужно. И нужно помнить об ограничениях его. Алгоритм того, как работает race detector, его можно почитать вот по ссылочке, а официальная документация тоже вот. Собственно, очень советую. Интересное чтиво. Блок профайл. Еще один инструмент, который позволяет нам исправлять и локализовать какие-то проблемы. Собственно, это та же история, как мы меряем производительность P-профом, но блок профайл позволяет нам контролировать именно блокировки. Собственно, его можно использовать на уровне тестов, когда бенчмарк делаем. Его можно запускать тоже, например, в Prod коде нашем, используя P-проф и также выгребать информацию. Но необходимо заранее в программе указать, что мы будем собирать информацию о блокировках. Поэтому, если вы видите какие-то проблемы, попытайтесь начать с race detector и продолжить использование блок профайла. Ну, давайте рассмотрим реальный код, реальный код, на котором мы можем споткнуться. Мы написали функцию. Функция что делает? Эта функция просто берет массив запросов каких-то и пытается их выполнить. Она последовательно отрабатывает и если запрос какой-то из запросов возвращает ошибку, она возвращает эту ошибку и говорит, что все не получилось у меня. Но тут код, понятно, он последовательно вызывает все эти запросы. Мы пишем на go, мы, хороший разработчик, решили начать использовать всю мощь языка и написали, используя гарутины и все остальное. Получилось в два раза, три раза больше кода. Вопрос, есть ли в нем ошибки? Не ошиблись ли мы? Ну да, кто-то кричит, что есть, это правда. Давайте рассмотрим какие. Чуть-чуть ближе посмотрим на цикл, в котором мы отправляем запросы. В этом цикле что происходит? Ну, в этом цикле мы запускаем гарутины, для того, чтобы синхронизировать, оркестрировать гарутины, мы используем вейт-группы. Но что мы делаем неправильно? Собственно, мы внутри гарутины указываем, что нам необходимо, уже внутри запущенной гарутины, говорим, вейт-группе подождать, указываем вейт-группе, что гарутина запущена. При этом вызывая ниже метод вейт, вейт-группе, мы ждем выполнения всех гарутин. Но может быть ситуация, когда планировщик, ну, скажем так, что произойдет? У нас наши гарутины, они выстроятся в очередь на выполнение, но ничего не запустится. А цикл уже завершит свое выполнение, и код перейдет к вызову метода вейт. А метод вейт не увидит, что какая-то из гарутины должна быть запущена, он подумает, ну, все выполнено. И мы закроем канал, и как бы выйдем из функции без ошибок. Считаю, что все хорошо. Что произойдет дальше? Дальше гарутины запустятся, код выполнится, произойдет какая-то ошибка, она запишется в закрытый канал, error channel, а запись в закрытый канал – это паника. Все наше приложение упадет. Ну, мы вряд ли это то, что мы хотим получить, поэтому исправляем. Исправляем следующим образом. Просто заранее указываем вейт-группе, сколько запросов мы отправим, сколько гарутин мы запустим. По количеству запросов, соответственно. Порешали. Идем дальше. Может быть, еще какие-то проблемы есть. Супер. Это правда. Значит, тут есть ошибка, связанная с тем, как выглядит область видимости в Go. Суть в том, что вот этот переменный реквест, как итератор цикла, она в момент запуска грутины будет иметь значение неизвестно какое. Почему? Потому что она будет иметь именно то значение, которое будет действительно в момент запуска грутины. Но на практике, скорее всего, в таком коде значение реквеста будет равно последнему элементу цикла. Поэтому вы просто n раз запустите один и тот же запрос. Ну, исправляем. Явно передаем наш реквест как аргумент функции. Это позволяет нам не играться в игры с областью видимости Go и просто явно передавать все, что нам хочется. Идем дальше. Давайте поподробнее рассмотрим о том, как мы обрабатываем ошибки. Мы объявляем канал, в котором говорим, что у нас есть буфер на один элемент. Этот канал, запись в него будет не блокирующей. При этом дальше, когда происходит ошибка, мы в этот канал пишем и если ошибка произошла, мы возвращаем информацию уже вне функции. То есть возвращаем ее из функции. Вроде все хорошо, да? У нас произошла ошибка, вернули. Но а что если ошибка произойдет много? Все запросы вернутся с ошибкой. Тогда мы как бы вернем, мы запишем в канал первую ошибку и после того, как мы записали первую ошибку, мы сразу выйдем из функции. Но все остальные запросы, они тоже начнут валиться с ошибкой. Но из канала уже никто не читает. Размер буфера у него всего один. Хорошо, там вторая ошибка тоже ляжет в слот свободный, а третья, четвертая и следующие ошибки, они заблокируют выполнение грутины, выполнение нашей функции. И мы поймаем утечку грутины. То есть те запросы, которые не смогли записать ошибку в канал, они просто повиснут и грутины будут висеть в памяти. Наша память будет пухнуть. В итоге мы получим неработающий процесс. Нехорошо. Исправляем. Очень просто. Говорим, что у нас слотов в канале, пусть будет столько же, сколько запросов мы можем отправить. Это порешает нашу проблему не очень эффективно по памяти, потому что если у нас миллиард запросов, то миллиард слотов надо выделить. Но тем не менее. Хорошо. Ну вот таким образом мы порешали проблемы. Мы написали код, который выполняет запросы конкурентно. Но кода стало много. Его туба стало много. И это не очень круто, потому что разработка, это и так сложно. Зачем нам еще усложнять ее большим количеством кода? Поэтому существует такой пакет, как sync error group. Этот пакет, который как раз позволит нам упростить именно оркестрацию гарутин. В чем его сила? Смотрите на тот код, который мы можем получить, используя его. Этот код делает ровно то же самое. Но чуть-чуть проще. В данном случае вместо того, чтобы явно использовать weight группы, мы не контролируем количество запущенных гарутин, мы отдаем это на откуп error group. И, соответственно, кроме того, что мы не пытаемся руками контролировать количество запущенных гарутин, мы еще и ошибки не должны руками обрабатывать, потому что error group сделает это за нас. Метод weight вернет ошибку, первую, которая произойдет. Мы выйдем из функции на эту ошибку, все остальные гарутины не заблокируются, все будет хорошо, при этом сравните этот объем кода с тем кодом, который написан был для того, чтобы синхронно выполнять запросы. Ну, кажется, что не сильно-то и больше стало кода, поэтому используемые группы – это хорошая практика для того, чтобы облегчить чтение вашего кода. Внутри себя error group все равно использует все эти объекты синхронизации. При этом, кроме того, что error group позволяют удобно оркестрировать гуртины и обрабатывать ошибки, они еще и умеют работать с контекстом. Контекст – это тот объект в Go, который призван обеспечить нам контроль за потоком выполнения нашей программы. И этот контекст, в случае, если мы, например, порождаем error group с контекстом, вернее, контекст из error group, то мы можем обеспечить нам контроль таким образом. Мы можем запускать несколько компонентов нашей программы и если хотя бы один из этих компонентов завершится с ошибкой, хотя бы один, то контекст закроется. Когда контекст закроется, все остальные компоненты получат уведомление о том, что необходимо завершить работу. Мы получим корректное завершение всех наших компонентов, если хотя бы один из них сломался с ошибкой. На этом можно строить, например, graceful shutdown, и это очень сильно позволяет нам упростить именно вот оркестрирование больших разных многокомпонентных систем. Ну, давайте выводы. Какие из этого всего выводы? Старайтесь максимально просто делать. Разработка многопоточных программ – это вообще сложный процесс, поэтому надо делать как можно проще. Если вы можете написать синхронный код, лучше пишите синхронный код. Возможно, вам и не нужно пытаться как-то использовать большое количество ядер, потому что в случае с вашей нагрузкой Iobound это нецелесообразно. Не пытайтесь… Не пытайтесь… Не пытайтесь неявно синхронизировать доступ к памяти, то есть не пытайтесь те истории с done равно true проворачивать, потому что компилятор, он может вам помешать. Да многие вещи могут вам помешать. Системы достаточно сложны. Shadler, UserSpace, операционные системы, CPU, который там тоже branch prediction имеет. Все это достаточно сложно. Мы не можем предсказать всего. Но при этом все-таки стоит знать те абстракции, с которыми вы работаете. Поэтому Go – это хороший язык для того, чтобы писать программы, которые эффективно работают с большим количеством ядер, но он ничем не лучше, чем все остальные языки. И всю эту историю с ошибками вы все равно поймаете. Поэтому использование Go все равно требует от вас дополнительных знаний. Поэтому спасибо. Надеюсь, вам было полезно. Давайте вопросы. Друзья, как обычно, у нас Gofer за лучший вопрос. Привет, Артем. Спасибо за доклад. Очень круто. Только больше не пали, пожалуйста, задачки с моих собеседований. Блин, Леш, ну извини. У меня такой вопрос. Я знаю, что ты очень любишь R-групп, да, и про него всем рассказываешь, и наверняка читал его код. Есть ли там какие-то костыли, грабли, которые надо учитывать перед тем, каким пользоваться? Нет, там нет костылей. Ну, вот эта обработка ошибок сделана чуть-чуть более по-умному. Там просто sync-once используется. Sync-once – это функция, которая обеспечивает нам единократное выполнение какого-то кода. И, соответственно, если ошибка произошла, мы запускаем sync-once, запоминаем ошибку, все. Никаких проблем. Окей, спасибо, Ладон. Еще вопросы? Там сзади рука, я вижу. Вот первая была поднята. Я вижу, вижу, вот там сзади. Так, разрешите микрофон вот принести. Да, добрый день, Артем. Спасибо за доклад. У меня вопрос по переключению контекста. Ты говорил, что компилятор делает это сам. А существует ли какая-то возможность узнать, в каких местах именно он проставит эти переключения? Например, у меня есть горутина, функция. И у нее, например, три вызова других функций, цикл и условия. То есть могу ли я предположить, где именно он расставит, или это все рандомно происходит? Ну, по-хорошему мы можем как бы смотреть execution tracing, как бы что происходит с Go. Но по сути, как бы быть уверенным в том, что Go точно расставит тут какую-то точку переключения контекста, мы не можем, потому что от версии одного компилятора, ну, я имею в виду с развитием версии Go, там может меняться вот этот объем стека, который он там проверяет. То есть для Go важно, что хватит ли ему для запуска функции какого-то объема стека, или нужно его увеличивать. Если нужно увеличивать стек, то выгодно в этом месте поставить точку переключения контекста. Вот где он эти точки расставляет, как раз где он стек проверяет, тут как бы можно смотреть именно execution tracer и таким образом контролировать все. Спасибо. Привет, спасибо за доклад. Хотел уточнить по поводу, вот ты рассказывал один из примеров, когда там 64 байта… Погромче, пожалуйста. 64 байта на каждый из кэшей, один кэшей процессора. Как можно отловить эту ситуацию из стандартных тулов Go? Возможно ли это или нужно использовать, соответственно, всякие intel-овы, вытюны и все прочие низкие? С стандартными тулами Go можно отловить бенчмарками. То есть можно написать бенчмарк и контролировать, что у тебя там что-то плохое. Но кроме этого, конечно, скорее всего, как каким-то образом отловить, вот явно, увидеть там метры, как типа, о, тут фолшеринг, так не получится. Можно, можно пытаться собирать, ну, есть перв, линксовый инструмент, и можно собирать счетчики нашего процессора по кэшмисам и таким образом, как бы, ну, скажем, бенчмаркать программу именно на это поведение. Но тут, как бы, вообще по идее, я не знаю, есть ли линтеры на это, но можно просто пытаться смотреть, а как бы, а какие, ну, чаще всего такое возникает, когда мы там какую-то структуру шарим и очень близкие данные в структуре изменяем. И можно пытаться просто брать и как-то автоматически выравнивать всю структуру по кэшлайм. То есть чтобы, например, там у нас инт, потом пэддинг вставляем, вот, и это делать автоматически. Я не уверен, что Go сейчас делает как-то автоматически. По структурам, да, там в GoLand, по-моему, есть, оно выравнивает, говорит, как правильнее выравнивать по типам. Ну, я так понимаю, больше бетчмарков и, соответственно, Ну, да, только бетчмарки, причем часто даже ручные. Вот, поэтому спасибо за вопрос. Спасибо за доклад. Вопрос с уточнением. Я здесь. Чем отличается Cisco от контекст свеча? Я правильно понимаю, что речь идет про грутины под контекст свечом? Да. И второй вопрос. Сталкивались ли вы с багами, когда у нас гонка из-за того, что мы объект под мютексом меняем через атомики? И как с таким бороться? Ну, так, значит, первый вопрос это по поводу… Так, напомню, первый вопрос. Да, контекст свеч. Я, может быть, не очень явно это сказал, но суть в том, что, ну да, есть разные контекст свечи. Вот контекст свеч, когда мы там переключаем из юзер спейса в кернел спейс, это там один контекст свеч. Но как раз Cisco, когда мы делаем, это вот из юзер спейса в кернел спейс. Второй контекст свеч, что я имею в виду, это когда мы грутины переключаем. Тут как бы у нас все равно все в юзер спейсе работает, но при этом есть как бы переключение потока, скажем так, именно грутины с одной грутины на другую, потому что ядер у нас ограниченное количество и приходится как бы аккуратно масштабировать. Вот, ну это с этим ок. Хорошо, второй вопрос. Были ли проблемы из-за того, что под мютексом атомики делаем? Таких проблем быть, ну не то, что не должно, как бы атомики это не блокирующая операция, поэтому в чем, ну здесь нет проблем, ровно… Микрофон, пожалуйста. Речь о истории, когда у нас мы в одном месте используем мютексы, а в другом атомики. То есть у нас объект под мютексом, мы думаем, что он защищен, а по факту где-то в какой-то части программы, например, там человек не заметил и использовал атомик, поменял и у нас получилась гонка. Ну да, такие проблемы, естественно, возникают, с такими проблемами все сталкиваются. Тут, я не знаю, есть вот инструмент, например, от юбера называется, ну атомик, пакет атомик от юбера, но суть его в том, что в гоукак есть просто функция атомик. Ты ей передаешь там pointer на какую-то переменную. Ну можно сделать так, ну можно просто объявить тип, которому мы говорим, что работа с этим типом должна происходить только атомарно. И получается у этого типа методы, которые меняют его атомарно. И, собственно, у юбера есть вот пакетик, который это делает. Ну можно чуть-чуть, чуть-чуть избавиться от, ну не избавиться, а скажем, минимизировать шанс появления такой ошибки именно вот этим пакетом. Но у нас, конечно, мы с таким сталкиваемся, но как бы кроме как от вычетка кода не решается. Спасибо. Это был последний вопрос. Давай вручай код. Спасибо. Ну мне понравился вопрос про… вот тут вот задавал человек. Тут было несколько, вспоминай вопросов. Ну да, вот ты задавал. Ты какой задавал сейчас? А ты какой? А? Да, вот этот вопрос мне больше всего нравится, потому что я с этим много времени провозился. Все, большое спасибо. Спасибо всем.